Сначала мы расскажем. Мы планировали наши мероприятия традиционно на три дня, но получилось так, что у нас в этом году третий день выпадает на праздник, ну не на праздник, а на мероприятие, которое является для, в крайнем мере, старшего поколения достаточно серьезным. Это родительская суббота. Поэтому я думаю, что мы вряд ли сможем в субботу массово выйти на мероприятие на природе, как мы обычно планируем, урок «Вне классная комната». Значит, у нас с вами будут перерывы. В рамках этих перерывов мы с вами можем обсудить. Есть предложения разные, например, перенести на понедельник, поскольку у нас в понедельнике будет одно день выезд на природу, если будут желающие. Ну, либо какой-то другой вариант, может быть, еще предложить какую-то сетевую массовую форму, провести некий флешмоб или что-то похожее, что мы, собственно, умеем делать и организовываем. Значит, несколько слов об информационных ресурсах. Речла Ильич, прежде всего, надо, наверное, рассказать о том, что нужно сделать всем участникам нашего мероприятия самосбора, чтобы у нас грамотно были оформлены документы в будущем. То есть, планируется, что все участники конференции нашей самосбора получат определенный сертификат, а те, кто проявил активность, то есть выступил с докладами или провел какие-то мероприятия в рамках наших этих двух дней работы, они получат дополнительно еще документ, в котором будет написано о том, что они активно приняли участие, и выполнив какие-то действия определенные, либо доклад, либо мастер-класс проверить. Ну, Ильич Ильич, давайте с этого рассмотрим. Значит, адрес сайта нашего, наверняка многие знаете, где у нас проводятся конференции, comfort.creero.ru Вот я сейчас на нем, в конференции. Сделай, спозьми. Так, вот она наша конференция. Желательно тоже, но не желательно, если вы хотите получить сертификат, надо на нем зарегистрироваться на этом сайте. Значит, здесь и эта анкета, по этой анкете вы уже зарегистрировались, а зарегистрироваться еще прямо, зайдя в мероприятие. То есть вот наше сегодняшнее мероприятие 9-го числа. Заходите в мероприятие, надо, во-первых, зарегистрироваться на сайте, и потом, когда заходите на мероприятие, здесь будет у вас на вот этой желтенькой табличке буду участвовать очно или дистанционно. Вы выбираете, буду участвовать очно, дистанционно на все мероприятия. Значит, кто выступает с докладами, то когда вы зайдете в мероприятие еще, нам будет вписать тему доклада. Значит, докладчики получат автоматически здесь в вашем личном кабинете будет сформирован сертификат либо участника, либо эксперта с темой доклада. Спикер или эксперт? Ну, у нас уже сделано, что эксперты, поэтому, скорее всего, будут эксперты. Вот. Значит, адрес сайта Comfort.Rerone, регистрируемся на нем и заходим во все мероприятия, которые вы будете посещать. Значит, еще, кто у нас выступающие, у нас есть папка «Обмен для слушателей», и там есть папочка с восхитительным знаком «Самозбор-2022». Туда свою презентацию кидаем и готовимся к выступлению. Коллеги, кто опоздал и планирует выступление сегодня, и испытывает трудности, вы поднимите руку, мы подойдем и постараемся организовать, чтобы вы сбросили свои материалы, презентации и какие-то дополнительные материалы, которые вы будете использовать. Дальше мы с вами знаем, что у нас на самом деле три информационных ресурса с вами работают. Первый ресурс – это сайт наш, который имеет адрес CYP2022, и на этом сайте у нас обновляется информация, связанная и с программой, и хроника мероприятий, которую мы проводим каждый день, она будет там в записи сохраняться. То есть можно будет посмотреть, если вы на какие-то доклады, и на какие-то мероприятия не попадете, вы можете посмотреть это в режиме, уже таком спокойном, открыв этот сайт. Дальше. У нас есть группа «Своя ВКонтакте». В этой группе мы просили всех участников самосбора, во-первых, анонсировать свои выступления, свои мероприятия, которые вы заявили в программу, ну и всех других участников просто каким-то образом прокомментировать, насколько вам интересны вот эти мероприятия. Форма комментариев может быть произвольной. Можно оставить письменный, текстовый комментарий, можно оставить, ну, просто соответствующие значки, которые у нас в группе имеются. Например, лайки в виде сердечек. Ну и, наконец, четвертый ресурс получается, первоочередной, это все-таки это для получения документа. И последний ресурс – это группа в Телеграм-канале. Здесь у нас будет просто обмен информацией оперативной, текущей. Например, если что-то в докладе поменялось, или докладчик перенес свой доклад на какое-то другое время, то вы в Телеграм-канале будете видеть соответствующую вот эту информацию просто мгновенно. Ну и сами можете тоже писать, и, например, делиться впечатлением. О, как здорово, хорошее выступление, возьму на заметку то-то, то-то и так далее. То есть эта группа в Телеграме сделана для того, чтобы мы очень оперативно обменивались текущей информацией, ну и рефлексировали тоже на самом деле. Вот на сайте сейчас все эти ресурсы представлены. Тоже ссылочки рабочие. Это на сайте «Конфорт Кремл». Продолжение следует... Продолжение следует...